добрый вечер мои дорогие то есть почти вечер уже пятый час вечера у нас осень октябрь но кто-то скажет красота под ногами ну не это железо конечно вот там дуб вишня черешня слива но о чем я подходит осень и у нас главная проблема уже не траву косить а листья собирать вот вы посмотрите что тут под ногами творится это еще мало листья еще только начинают падать вот тут куст жасмина дуб опять слива черешня дальше там яблонь они вообще зеленые ну о чем я если все ждать пока все листья упадут это произойдет много времени и тут слой накопится сантиметров 15-20 а если подымется ветер то есть он часто указать их эти листья полетят во все стороны и пойдут везде в сарай хлеб машину в гараж домой будут заноситься сейчас они сахии к ногам не прилипают но потом будут прилипать и вот так получается что почти но не почти каждый день через два-три дня надо стараться как-то с ними ну не бороться их убирать прибирать и вот понемножку я покажу как я этим занимаюсь вот тут ясени старые растут они 30-х годов посадки мучаются тут около дороги они уже почти осыпались там я уже убирал их но все равно немерено вот самые лучшие деревья около дома это сосна ель и можжевельник там между ними растет от них проблем нету а дальше тут яблони растут но тут не знаю сорт вот первый ряд тут перемешка ранетка наш старинный сорт местный местный или не местный какая разница и такой сорт как конфетная она очень похожа на ранетку только покрупнее и слаще сок аж льется осенью в этом году яблочного раза урожая не было есть немножко яблоков но мало ну и вот первые ранние сорта ранетка конфетная конфетная брянский сорт когда-то в сахозные времена наши садоводы сотрудничали с институтом который находился в брянске и и привозили оттуда вас саженцы мы сами размножали и такое дело под яблонями ладно еще тут листьев много и рано еще собирать а дальше надо как-то прекращать прекращать распространение ветром листьев по всей территории было бы 6 суток проблем не было взял грабли взял метлу и подмел и убрал но тут проблемы есть итак первый этап марлезонского балета берем электро веник ой извиняюсь бензовеник есть же бензопила бензокоса но почему не может быть бензовеник вот у меня бензовеник такой бензограбли бензовеник как всегда говорю название неважно конструкция китайская двигатель китайский сборка польская это ну как сказать вентилятор он дует воздух довольно сильно и этим я буду сдувать листья от забора из-под кустов в общем там где не добраться другими видами механической сборки листья ну что ж если меня слышно приступим вот у меня забор много листьев я тщательно не уберу ну что-то отшвыряю что-то к соседу что-то к себе и ну и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, прошелся вдоль забора, если видно, не видно, такая полоса Главное, чем эта метла удобна, убирать под кустами Тут набирается очень много листьев А потом поди убери Конечно, можно сказать, компост Но не всегда он тот нужен Потому что ветер выдувает его И потом разносит по всей территории Ну вот, более-менее прошелся вдоль забора И потом последует следующая аберрация Это надо будет последовательно повторять еще несколько раз По степени того, как будут осыпаться листья Но большому ребенку и таковая игрушка в радость Ну еще пару кадров с бензовейником И прекратим заниматься тупой В общем, почему я так делаю? Да потому что просто интересно Можно было все дешевле делать граблями Но я, как говорю, тут листьев очень-очень много падает Вот тут стоит мой донор Донор стоит на мой МТЖ-80 С пущенными колесами Такого я его уже и покупал Без воздуха Ну и пройтись, пробежаться Ну не граблями же махать в 21 веке Мне хотя бы Ну и убой идут одни старики Мой надежный старый каприолет Да, пока снимать еще умею Так, чтобы все было видно Ой Газанокозелка называется Ралли Да какая, знаете, да как она называется Главная наша задача сейчас Более-менее измельчить эти листья Чтобы ветром их не разгонялось на всей территории Потому что каждый день собирать Ну, это накладка Вот, тут внизу под ногами видно Столкает как бульдомером И понемножку грядет Так, пару раз в день Крутится, вертится Ну, недолго, полчасика И все дела Ну, тут надул уже слишком толстый слой Ну, а наслед Надуется ветродойкой Ветродойником Из-за того, чтобы легче объезжать Пустые Ну, всякие препятствия Вот как-то так Десять минут работы И листья Ну, не все Даже и, может, и не 10% Ну, вот валяются в такой вот Валу Ну, согнаны более-менее вместе Сейчас они порублены И в объеме уменьшились Ну, примерно в 5 раз Если раньше надо было собирать Ну, тут Сразу на месте В мешки Или в тачку Так сейчас Их становится намного меньше Плюс они Еще высыхают Или еще Перегнивают И Убирать Становится Все меньше Меньше И меньше Ну, вот так мы Тут В Латгалии Потихонечку Убираем территорию Вот тут Кусты Ягод Смородина красная Они еще тоже Не осыпались Вот тут Это все Я занимался Минут 10 Ну, и сейчас Приступлю Вот там дальше Там еще и трава Растет И потихоньку До Нового года Листья будет убраны Ясень осыпется Окончательно Ну, и все будет Красиво и прелестно Ну, кто-то скажет Зачем такой чепухой Заниматься Ну, неприятно Когда идешь домой И листик к ногам Прилипает В дом заносишь В гараж заносишь В машину садишься Это все Ну Разносится По всей территории Лучше вот так вот Часик Раз в два дня Позаниматься И все Спокойно Убирается Ну, на этом все Всем спасибо До свидания Спасибо за просмотр Субтитры создавал DimaTorzok